Здравствуйте, уважаемые коллеги! Тема сегодняшней пресс-конференции в Днепре проходит 19-й фестиваль молодежных театров «Театральная сессия-2018». И у нас сегодня в гостях Вера Итсон, Юрий Кляйн-Томашевский, Наталья Сырица, актеры Народного театра, студии «Маски», дворца студентов Днепровского национального университета имени Олеся Кончара, члены оргкомитета фестиваля. И сейчас хочу передать слово Вере. Расскажите, пожалуйста, о вашем фестивале, когда он основан, какие проекты включает и какая его миссия. Здравствуйте всем, меня зовут Вера. Я актриса Народного театра студии «Маски» и член организационного комитета фестиваля «Театральная сессия». В этом году фестиваль проводится в 19-й раз. Основан он был в 1999 году. Идея его создания возникла в Народном театре студии «Маски», и в этом же году осенью был проведен первый фестиваль. С тех пор он проводится ежегодно. По традиции он посвящен Международному дню студента. Мы всегда стараемся, чтобы даты фестиваля совпадали, чтобы в датах фестиваля было 17 ноября, то есть День студента. В этом году он проходит с 12-го как раз по 17-е число. Проводится ежегодно. В этом году на сцену Дворца студентов выйдут 8 театральных коллективов из 6 городов Украины. А вообще за всю историю фестиваля на нем побывало более 60 театров из 26 городов Украины, России, Белоруссии, Польши. В этом году у нас 3 новых театра, 3 дебютанта. Это 2 театра из Киева, 1 театр из Каменца-Подольского, который впервые представлен, этот город у нас на театральной сессии. Что еще рассказать? Проводится у нас таким образом. У нас нет жюри, которая, как обычно, принята на фестивалях, приглашенная жюри, которая оценивает театры. У нас жюри состоит из режиссеров коллективов, режиссеров театров участников, которые по окончании всех конкурсных дней заполняют специальную анкету и определяют победителей в каждой номинации. Номинации у нас профессиональные, лучшая женская роль, лучшая мужская роль и так далее. Есть приз зрительских симпатий, то есть зрители, которые посещают каждый день на фестивале, они оценивают, отсматривают и в конце тоже делают свой выбор. На приглашение они указывают коллектив, который им понравился больше всего, и дальше путем голосования выбирается победитель в этой номинации. — Спасибо. А сейчас я хочу спросить у Натальи. Вы с собой принесли слона. Что это за слон? — Ну, это замечательный слон. Здравствуйте. Я Наталья, театр Маски, оргкомитет, театральная сессия. И Вера уже, как Вера сказала, идея создания принадлежит театру Маски. И я как раз была в тот момент, когда эта идея рождалась. Так что театральная сессия — это действительно большое культурное событие, но, к сожалению, наверное, только для тех, кто действительно безнадежно влюблен в театр и увлекается театром. Мы фестиваль аматорских театров, молодежных аматорских театров, и поэтому мы собираем вокруг себя таких же безумцев, влюбленных в театр, как и мы, и находим их в разных городах. И вот уже 19 лет у нас это хорошо получается. Ну, я надеюсь, хорошо получается, потому что у нас есть коллективы, которые такие старички к нам уже едут целенаправленно, готовятся целый год к театральной сессии. И есть новички, которые по каким-то каналам, каких-то мы разыскиваем, какие-то по сарафанному радио они узнают о нас и подают заявку, приезжают и потом становятся уже старичками. И приезжают они на театральную сессию вот именно за вот такими вот слониками. Просто у театралов есть такой термин «раздача слонов», когда разбор полетов, когда проходит спектакль, когда нужно анализировать вот то, что произошло на сцене. Вот это вот раздача слонов. Каждый актер получает своего, так сказать, слона. Вот у нас на театральной сессии вот уже много лет подряд каждый коллектив, который одержал победу в той или иной номинации, получает вот такого вот ониксового слоника. Они безумно гордятся этим. Если это личный слоник, допустим, там, за мужскую роль, там, король эпизода, королева эпизода, они обязательно его забирают к себе, обязательно находят такое почетное место, окажут у нас на Украине божничку. И обязательно они, ну, я надеюсь, гордятся тем, что они привезли из Днепра, когда-то из Днепропетровска, сейчас из Днепра. Они по-прежнему будут, эти слоники, разъезжаться в разные уголки Украины. Вот, так что вот это вот он и есть главный символ нашей театральной сессии, слон. Каждый год он, конечно, больше или меньше в размерах, это уже не от нас зависит, а от производителей этих ониксовых слоников. Но неизменно остаётся вот слон с хоботом вверх, как символ того, что наше дело правое, и мы делаем хорошее дело. Спасибо большое. Хочу передать слово Юрию. Расскажите, пожалуйста, в каких спектаклях вы играете, и вообще о вашем опыте, участии в фестивале. Добрый день, меня зовут Юрий Кляйн-Томашевский, я также актёр театра «Маски» и член оргкомитета фестиваля. Это мой третий сезон в театре «Маски». В общем, театру уже 47 лет в этом году. И за эти три года я играл в четырёх спектаклях. В одном играл я в массовке. В прошлом году я играл в эпизодической роли, и в этом году у меня тоже эпизодическая роль в спектакле по пьесе «Славомиром Рожика» в «Открытом море». И я могу сказать, что... Часто я слышу вопрос, а вот какую ты роль играешь, главную или не главную? Я могу сказать, что все роли главные, поскольку для любой роли нужен определённый опыт и определённые усилия над доработой. Потому что нельзя сказать, что маленькая роль или большая. Если вам интересно то, что вы делаете, если вам интересен ваш персонаж, вы можете пропустить его через себя, то эта роль для вас и будет главной. И вы будете работать над ней так же само, как и актёры, которые работают над основными ролями первого плана. И в общем, могу сказать, что репертуар театра «Маски» очень разнообразный, поскольку мы работаем и с классиками, и с современными драматургами. Например, в прошлом году мы делали спектакль по современному драматургу Николая Коляда, а в этом году мы работаем над пьесой классика «Славомиром Рожика». И мы стараемся адаптировать тот материал, чтобы, так сказать, чтобы мы говорили о сегодняшнем дне, поскольку мы хотим, чтобы зритель, смотря наш спектакль, понимал, о чём идёт речь, чтобы он представлял себя на этом месте. Потому что есть вещи, в которых просто говорится о вечном, бесконечном, и люди понимают, что действительно, да, так и есть через ту или иную ситуацию. Они понимают современности, то, что происходит, то, что их окружает, те ситуации, в которых они бывают. Спасибо большое. А вопрос к Вере. Расскажите, пожалуйста, о изюминке вот этого нынешнего фестиваля. Что-то особенное? Особенное? Да, в этом году у нас несколько новшеств есть. Во-первых, я рассказала о режиссёрском жюри, который у нас по традиции решает судьбу номинантов, судьбу театров, участников. В этом году у нас присутствует ещё независимый член жюри, который также будет принимать участие в голосовании. Это педагог Киевского национального университета культуры и искусств, который работал и в театре. То есть у него очень богатый опыт и работы со студентами, и работы, собственно говоря, в театре. Вот, и в этом году он такая у нас приглашённый член жюри, который будет проводить также мастер-классы для участников, что очень полезно. У нас достаточно редко в последнее время были такие мероприятия именно на наших фестивалях для участников, когда они имеют возможность не только поучиться чему-то новому, посмотрев другой спектакль, а в этом году они смогут ещё получить такое вот живое, скажем так, общение с преподавателем, да, то есть получить какие-то навыки работы на сцене. Вот такая есть у нас изюминка. Как его зовут? Владимир Павловский. Спасибо большое. Может быть, у коллег есть вопросы? Можно спросить, с приводу Солоника, чему вот саме Ониксовый? Чи может быть какой-то инфлей? Нет. Вы знаете, это всё зависит от того, от, скажем так, бюджета фестиваля. Если, ну, наразі нам допомагает Соборная районная в городе Дніпро, Дніпро, Дніпровская рада, и поэтому мы маем змогу отримать Ониковые Слоники. Были в истории театральной сессии такие часы, когда мы всё выносили на своих плечах, своими, скажем так, своими силами, своими финансовыми силами, то у нас були звичайно прості глиняния Слоники. А якщо мы маем уже змогу, то це традиційно. Сколько Слоников уже раздали? Ой, Слоников раздали много и хорошо, и себе немножко оставили, вот, по решению, опять же, режиссёрского жюри, и раздали много Слоники во многих городах Украины есть. А за пределами? За пределами... Ну, вот в Польше точно есть, в России, в Белоруссии точно есть. Да. Спасибо большое. Есть ещё вопросы? Если вопросов нет, то спасибо гостям, спасибо коллегам и до новых встреч. Спасибо. Спасибо. Приходите обязательно, до 17-го числа проходит фестиваль, каждый день мы вас ждём в 17.30. Приходите. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...